Субтитры делал DimaTorzok Чтобы попасть в подвал, нужен контрольный ключ. Я позабочусь об этом позже. Хм, старая история, все как всегда дверь, которая не хочет открываться. Чтобы попасть в подвал, нужен... Мы тебя поняли. Мы тебя поняли. Так, давайте двигаться вперед. Вы умерли синхронно и в один день. Это очень печально, но ничем не могу вам помочь. Эй, ребята! Знаете, вас слишком много. Дверь заперта. Окей. Кстати, в прошлой серии мы с вами получили новое умение. Сейчас я вам его продемонстрирую. Нет, не, не это умение. Вот такое. При зажатии клавиши капслов мы сможем... Не то чтобы включать кровавую ярость, когда у нас шкала совершенно не заполнена. Мы можем просто использовать суперсильный удар. Ну, сейчас, видимо, нам не хватает, наверное, никаких сил. Конечно же, дверь заперта. О чем еще может быть и речь? Нет, нет, ну... Беги, 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 еда моя. Только не взорви. Снимите ее с меня! Уберите ее! Снимите ее! Да, вот такие плохие будни разворачиваются на этой свет-секретной базе. Вы знаете, у меня такое ощущение, словно опять настройка звук стал высокий. Хотя, может быть, это просто будет тренадцать. Все может быть в этом мире. Так, оглянемся вокруг, потому что, как я уже говорила ранее, по ящикам раскидано много полезного. Вот, например, панзершрек, который мне абсолютно не нужен. Все, хватаю дробовик. Что? Все? Больше никого? Слабаки. Да, я вам обещала рассказать историю вообще Третьего Рейха и непосредственно спецподразделения СС, но до сих пор не пополнила свой информационный исправочник в виде мозга данной информации. Да-да-да, так что виновата. Иди ко мне. Придавив очередного врага, полуврага, несчастного, бедного солдата, мы врываемся в такое вот здание. Что с вами такое? О чем я? Убейте ее! Убейте ее, черт побери! Конечно, конечно. О да, это был... Не хэдшот, это был... Бодишот. Руперт. Код Зевс. Повторяю, код Зевс. Нарушение системы безопасности в лаборатории. Личному составу приказано немедленно бросить преследование и явиться в лабораторию. Все суда, скорее! Они вырвались на свободу! Далее! А-а-а! Похоже, у них тут и без меня проблем хватает. Мне надо проникнуть в подвал. То, что я ищу, должно быть у офицера. Хммм... А как обыскать его тело, если все тело разорвало? А, я уже взяла какой-то... Прекрасно. Ну что же, кто-то вырвался на свободу. Кто бы это мог быть? Неизвестно? Ну, это нам предстоит выяснить. И явно этот кто-то очень больно сделал. Бедным-бедным солдатишкам. Да ты что? Эх, надо было... О, нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Нет сил даже комментировать, весь тот посредел. Замолчи, ты слишком много говорил. За это ты и поплатился. Такс, такс, такс. В казармах должно быть много полезного. Но, однако, ничего мы здесь не находим. Странное серое и неприятное местечко. Явно сырое и плохо пахнущее. Значит, путь наш ведет. Ах, да-да-да-да, в начало уровня. Естественно, мы же нашли ключ. Найденный ключ должен подойти. Прекрасно. Очередные длинные коридоры. О, какой прекрасный пулемет. Почему он у меня закончился? Почему? Что это был за пулемет? Я даже не посмотрела. Обидно, обидно, черт возьми. Столько ящиков, пизря. Ах, ребята-ребята. Вам бы все повоевать. Хотя совершенно не стоило взвязываться во всю эту историю. А теперь вступим с нашими моральными принципами в большой бой. Снимите ее с меня! Снимите ее с меня! Тут заперты солдатики, которые совсем не подозревают о том, что над ними нависла огромная платформа лифта. Стоит ли мне их убить? Или оставить их в покое? Или их убьет то, что вырвалось на свободу, а что это вырвалось? Мы не знаем, не знаем. Что ты делаешь? А на что это похоже? Вызываю лифт. Выключи его! Я не могу! Останови лифт, прошу тебя! Ты не можешь! Смелет, ладик! Вам следовало бы уделять больше внимания требованиям безопасности. Вам должно быть известно, что большую часть несчастных случаев на работе можно было предотвратить. Какая-то молодец, Рейми. Сказала коротко и по делу. Здесь нам оставили много пулеметов, почему бы ими не воспользоваться? Деркомендант! При всем уважении, эта плохая! Тебя никто не спрашивает! Так, он от нас сбежал. Кто еще? Оружие закончилось. Возьму-ка я еще один пулеметик. Иди ко мне, дорогой. Тобой мы просто выправим кровавую ярус. Да, боже мой, что я творю? Страшная женщина. А тебя я съем. Женщина-ураган. Женщина-вихрь. И она просто прошлась по этим... Огромным помещением и зачистила территорию. Да-да-да. Так, геркомендант свалил. Мерзкий. Пляшивый урод. Бежим за ним. Что еще остается? Кстати, пулеметов, по-моему, в игре два вида. Первый, который находится у нас сейчас в руках. И второй, который существенно и не отличается от первого. Давайте сохранимся. Дорога в казармы. Рейн, на твоем месте я бы постереглась. Идти в конец длинного коридора, в котором чернота. И какая-то удивительная тишина. Что это за чертовщина? Уберись от меня! Что это за хрень? Вау, это было неожиданно. Вау, Рейн, ты наконец-таки сдала какую-то эмоцию. Русский перевод, друзья мои. Ничего с этим не могу поделать. Угу. Что... Что тут произошло? Тут колоды явно заваляли. Не желают ли нацисты выйти и поразвлечься? Давайте же. Обещаю, что буду кусаться. Да, ребята, я покусаюсь. Только покажитесь, пожалуйста. А то как-то жутковато. Я буду кусаться. Выйдите ко мне. Иначе я поломаю все ваши стулья. Вы знаете, я в школе когда-то изучала немецкий, но параллельно изучала английский и французский. И поэтому эти языки у меня перемешались и превратились в какую-то одну большую кашицу. Я забираю свои слова о русской локализации. Это было круто. Вот это сейчас было... Вы не поверите лучше, чем в оригинале. И очень жутко. Что же здесь произошло? Фак. И почему так тихо? Чему бы это? Не желаете ли поучаствовать в небольшом фильме ужасов? Мертвецы? Ну что же, там находится рычаг, поэтому нам... Сюда. А-а-а-а-а-а! Не трогайте меня! Нет! Не трогайте, не трогайте, я хорошая! А-а-а! Бог мой, что вы творите? Майн гадабл! Умри, 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 злосчастный урон! И ты тут, червяк! И что это было? И кто это? Хм, знакомьтесь, это наш новый тип монстров. Да-да, это такие приятные милые личинки под названием демиты. Эти замечательные личинки, паразиты, твари, уродцы прячутся в теле людей, поглощая их разум, сознание. И на нас нападают такие совершенно неубиваемые фашисты. Да, они могут носиться за вами и с одной ногой. Запомните этот малоприятный факт. Поехали дальше? Привет! Поиграем? Получи, получи! Умри, умри, умри! Сделать вам больно? Да я сделаю! С огромным удовольствием! Мерзкие уродцы! Свежее мясо? Я в шоке. Это, это, это да. Что же, сматываемся отсюда. Поскорее. Потому что как-то даже больновато стало. Хм. Кто же там кричит на фоне? О, привет, ребята! Вы же не страшны, я вас не боюсь. Да я делаю, делаю. Я делаю, делаю, делаю. Все, все, ребят. Больно было. Больше уже не будет. Можете радоваться этому факту. Все, голову моего сорвали, и это самое главное. Лучше? Да я сделала как можно лучше. Да, в принципе, некоторые концы лагеря и существовали для того, чтобы там велись какие-то разработки над человеческими модификациями тела. Но что бы доходило до каких-то червяков? Ох, не знаю, не знаю. А ты не умер. Да все, давай, спи. Запомните, если вы убиваете тело, совсем не обязательно, что умрет паразит. Поэтому следите и за здоровьем паразита. Следите за здоровьем паразита. Какая странная сраза. Да отвалите вы от меня. Все, готов. Деритесь лучше мечами. Это... Это прекрасный инструмент для нанесения... ...убийственных ударов. Что ты башкой вращаешь? Все, довращался. Я вижу подарок для меня, который я еще и не могу взять. Поехали дальше. Как интересно. Как это красиво. Не то слово, Рэй. Не то слово. Я буду носить твое тело по праздникам. Кем бы ты ни был, ты только что сказал не те слова. Ты что, будешь брать в меня тело, погонять его на выходные? Конечно, ты этого не получишь. А вот я могу забрать твой красный. Получили новый удар. При прыжке Рэй умеет атаковать Гаркуном. Против Демитов, кстати, весьма полезная вещица. Она может попадать им по голове. Да кто там орет. Ребята, вы забрали, честно. Честное слово, ничего тебе ваше. Ты либо псих, либо просто идиот. Ребята, отстаньте вы от меня, да пристали. Прям слов нет. Все, вопрос снят. Я сделала как могла. Прекрасно. Зачистка прошла успешно. Поздравляю себя, поздравляю вас. Кто, что, кто и там еще орет? Скучаешь в одиночестве? Найди себе друзей. Хотя у тебя здесь их много. Самое страшное нападение, это нападение хвостом. Они могут отнять прям половину фп. Уйди, тварь. Ну куда ты побежал? Куда, куда, куда? Я догоню. Я поймаю. Напрашивается главный факт. А кто здесь монстр? Я или Демиды? Так, движемся дальше. А это, по-моему, те самые старые добрые казармы. Только как-то все здесь теперь изменилось. И наполнилось водой. Эй, вы в курсе? У вас тут трубу прорвало. Ну, ладно. Делать нечего. Здесь должен быть способ пробраться. А вот тебе и способ. На самом деле, все достаточно просто. По-моему, играла первый раз. Подохла здесь несколько раз. Почему подохла? Ну, потому что совсем глупый, глупый и никчемный смертный. Я не знаю, что они там хранили. Все мое оружие пришло в негодность. Оно бесполезно. Непонятно, почему она его скинула. Скорее всего, даже не из-за того, что они там хранили, а потому что просто Рейн попала под воду. Ну, не знаю. Не будем затрагивать сторону логики. Она здесь совершенно не нужна. И переходим на следующую локацию. Почему здесь все скучают в одиночестве? Так, ребят, на этом моменте я буду прощаться с вами. Ставьте пальцы вверх, если вам понравилось данное прохождение. И обязательно в следующий раз я вам уже точно побольше расскажу о Третьем Рейхе и о подразделении СС. С вами была Асина. Всем пока-пока.